приветствую всех зрителей моего канала это 76 часть видео прохождения игры jagged alliance 2 1.13 с картами из мода world fire на сложности эксперт без загрузок прошлом видео мы с боем взяли еще один сектор чидзены я немного спешил признаюсь вам что серии которые пишутся в обед хотя вы этого не знаете конечно для меня самые сложные так как я пишу пока спит ребенок поэтому у меня время строго ограниченное и одним ухом я постоянно слушаю могу ли я еще продолжать стать видео ли пора заканчивать вечерние серии конечно пишутся более просто проблем нету поэтому постоянная спешка и отсутствие времени на повторной трое да и не люблю я их поэтому если ранение даже и страшно я обычно оставляю их тем более мы никуда не спешим пока будем тренировать ополчение чидзани я думаю мы вылечимся так вот я поспешил и вышел неаккуратно баре из-за угла но даже не так я просто как бы так правильно сказать не предвидел даже не подумал о том что элитный боец может лежать и точно смотреть во фланг выходящего моему бойцу ну и конечно перехват он проиграл имя виду баре тем более у баре уровень не столь высок советовал мне сэвен в комментариях выкатываться по альту это конечно правильная правильный совет но поверьте мне даже если вы не спешите играете вы не будете из-за каждого угла выкатываться по альту а если будете даже стараться иногда будете об этом забывать но конечно если вы играете на эксперте тем более снова мои то этому совету следуйте он совершенно верен боб выбежал и спас своего друга баре принял все последующие выстрелы на грудь и даже сумел в раненом состоянии убить вражеского элитного бойца хотя здесь конечно больше сыграла удача удача в том что у элитного бойца скорее всего был пистолет-пулемет судя по огромному количеству выстрелов одиночных он что-то по четыре выстрела делал и скорее всего была какая-то модификация патронов или глайзер или просто экспенсивные лиды звуковые поэтому урон был очень слаб хотя по баре урон был достаточно силен поэтому боб перестрелки в игру вне видео я снес все трофеи в один квадрат чидзены как я и говорил я постепенно продаю точно мне не нужны трофеи населению так как мне нужно скопить сумму как можно больше меня ждут многие покупки и вторая команда и оружие про оружие кстати еще сейчас поговорим если я не забуду так что у нас получилось все продали что не нужно что нужно оставили ну здесь не только то что нужно а еще и оружие которое будет забирать рафи и все же носить к тони если я увижу что опять тони не справляется с покупкой трофеев тогда мы будем уже продавать население вот кстати рафи двигается не возвращается за трофеями следующая охотка и наверное я буду следовать своей идее о том что нужно увеличить количество боев за день тогда даже с таким минимальным выпадением трофеев а кстати у вышибал же трофея выпадает намного чаще если не всегда или это или это зависит от карты сейчас проверим поэтому сейчас второстепенная команда я немного еще не долечился ей по моему гамма сам одну единицу жизни не вылечу буду защищать сектора с вышибалами ну и если вещи не очень важные сразу продавать если что-то интересное то буду нести опять же тони но перед этим мне хочется кое на чем заострить внимание а именно я нашел карниз сделал ускоритель и наконец-то так мой ворюга постоянно тащит всякую мелочь и наконец-то смог испытать два вида оружия а именно я с собой ношу как вы помните кто смотрит внимательно абакан мне очень понравилось его ходы которые он тратит на стрельбу очереди с отсечкой но оказалось что смысла ставить ускоритель нет дело в том что ускоритель ускоряет процентном соотношении поэтому естественно если у вас много требуется очков действия на очередь то и большую часть нам на большую часть уменьшает ускоритель это количество очков действия у абакана если его вставлять мы получаем очередь с отсечкой за 20 очков да это самый лучший параметр показатель для штурмовых винтовок с дальностью 30 потому что есть штурмовые винтовки там 20 чем-то вот вот такие вот у них очень мало требуется на выстрел поэтому бонус достаточно хорош но сравнивать их нельзя все таки нужно брать 30 и и больше то есть это примерно оружие с примерно одинаковой прицельной дальности потому что от прицельной дальности зависит количество очков действия на выстрел за твой оружие прямо профессиональная связь так вот и в таком варианте большого смысла нет поэтому я загрузился и правы провел следующий эксперимент тоске фамас вставил ускоритель особенно мне хотелось это сделать потому что вы помните фамас невзирая на то что у него отсутствует сошка в лежачем положении почти не уступает стрельбе даже по параметрам здесь видно вот 113 так должно быть 125 если сошка будет плюс он легок в обращении поэтому как вы видите ему легко обращаться даже не так им легко нелегко а более удобно сопротивляться его отдачи чем другим оружием и он себе очень хорошо зарекомендовал пока что ходил с у меня сама сами тоска и айра все очень неплохо стреляли дмитрий поэтому я вставил ускоритель фамас и посмотрите что получилось у фамаса очередь с отсечкой 21 оба к на 20 если я вставлю ускоритель но у фамаса очередь с отсечкой 3 патрона у оба к на 2 поэтому естественно оба к идет лесом единственный вариант еще остался из отечественного оружия который мне кажется очень хорошо зайдет это ака 108 автомат калашникова которую опять же дистанция 30 в районе 30 очереди и самое главное так как он переделал по патрон 5 56 и на рынок нато то у него есть возможность цеплять обвес как отечественного производства так и натовского это очень круто поверьте мне там у него можно и прицел кобра и насадки на ствол на насадка не относится к обвесу имеется ввиду стандартному она выдумана в игре и очень хорошо у него с возможными лазерными прицелами поэтому мы еще накопим деньги обязательно купим ака 108 попробуем попользоваться им тем более что главный минус отсутствие патронов 545 ну точнее у меня их набралось много я их не использую но их меньше чем 5 56 нивелирован тем что ака 108 стреляет как раз калибром 5 56 так пока оставляю табакан джипе потом наверно нужно будет что-то с ним решать вот кстати мне раз очень советовали штурмовую винтовку кстати это не пилим они пулемет g3a3 андрей что-то что-то ты напутал давно она у меня есть да она хороша если в руках очень меткого автоматчика это я про нее рассказывал что благодаря дальности 57 до еще и насадки 67 у меня тоска из этого оружия стреляла не хуже снайпера очередью по три выстрела то есть да она стреляет не в голову в туловище но три патрона а снайпер стреляет в голову примеру и примерно она не отставала даже с семикратным прицелом но на более близких дистанциях и там где нужно длинная очередь а тем более если вы не сошки то очень стри сильное подкидывание ствола и сильно уступает это оружие тем видом вооружения которыми сейчас пользуюсь а именно штурмовые винтовками у которых дальность 30 и есть отсечка это g36c там дали на статье 27 ансас лейнсас дворе посмотрим чем я там пользуюсь а ну вот у меня есть g41a2 хожу ей с ним из-за того что он не выпал самодельным затвором второстепенное оружие высовы галил выпал нет у него отсечки кстати очень иногда мешает вот он этот инсас который умеет благодаря механизм отсечки делать 6 выстрелов в очереди с отсечкой но кстати тоже разброс с разбросом у него очень тяжело боб вы видели очередями стреляет попадает один-два патрона и 6 очень плохо кольт и сейчас мне нравится фамас посмотрим как он себя оправдает в более длительном использовании так и вот пулемет о котором я говорил что он очень хорошо выглядит но почему-то его параметры не сильно отличается штурмовых винтовок но все же я нашел где это отличие вот посмотрите отдача очень маленькая 6 пока что у штурмовых винтовок я меньше 7 не видел здесь же 6 плюс у него а нет скорострельность 3 у фамаса даже больше в этом не удивляет фамас 4 патрона по моему за 5 ходов стреляет так и вот еще один из пулемет здесь вообще спорный момент конечно хорошая вещь устаревший образец лцу но нужно проверить его испытать в игре так все по вооружению закончили длительное такое отступление передавайте займемся подготовкой команды который будет атаковать выше балл так выкидываем все тяжелое из рук перегруз на мне нужен 100 мне уже принципе нечего выкидывать чтобы облегчить лиску ладно неважно так аптечку лиски заберет себе дмитрий по моему у него с перегрузом полегче нет не очень полегче поэтому вот кстати фамас еще есть и дмитрия без ускорителя зато с трассирующими патронами тоже хорошо себя зарекомендовали не идеально потому что конечно стреляет сосечкой 3 патрона и сильно корректировка по трассером не ощущается но все же вот дома спокойно может взять аптечку силой у него хорошо но и урой у нас получается основной носитель патронов но кстати можно это изменить да мне кажется а здесь нет боба хотел богу дарят оружие да действительно другая команда ну и патроны с собой наверное нужно носить вот все забрал 5 56 а и вот кстати тоже андрей там говорил про патроны калибра 68 не знаю как 68 а вот 5 и 7 на 28 миллиметров для пистолета пулемета по 90 это что-то чем-то посмотрите их не бронебойность 05 в то время как у стандартных патронов но 75 поэтому я представляю какой урона нанесет эта очередь даже если элита будет в броне так 762 по моему мне никто не ходит здесь и автоматчики да можно можно пытаться атаковать кажется ничего не забыл а это дозвуковые я понял урон будет ослаблен но если патрона будет не хватать то вариантов нет а вот кстати герри не выкинул не выкинул ящик и ну ладно пусть собой носит а то я где-то забуду а его тоже нужно перенести он с ускорителем этот автомат точнее штурмовая винтовка тоже нужно будет перевести где-то в город все готовимся контрольный сейф опять будет сейчас сложные битвы так как нет снайперов и с меткостью мы не дружим а враги вышибалы как всегда хорошо держат урон спасает только то что у них оружие не очень так а кстати вне видео меня еще атаковали базу пво вот при подбился но почти всех ополченцев положили сражались 20 на 20 20 ополченцев на 20 врагов и конечно не очень так и вот при этом получил уровень стал третий уровень и стал дороже стоит поэтому сразу же при обстраиваться восстановить ополчение и кстати то очень сильно бьет по кошельку все эти потери зато вот у меня из-за трех секторов чидзены уже больше доход так вижу опять я разговариваю много придется делать потом еще один контрольный сейф именно перед битвой так и давайте посмотрим рафи давай рафи заберешь все отсюда да сделаю если если что-то случится я сейф для меня как маркер где склеивать видео так ну что ж да да начнется битва единственное очень неудобно так как вышибала не войска я их не вижу у меня нет возможности выбора где появится отряд это просто появляется где хочет и бывает такое что очень неудобно появляется меня сразу начинает атаковать надеюсь этот раз произойдет не так все не так произошло но кстати я сделал одну ошибочку не нужно так делать в будущем а именно нужно включать походовый режим когда вы заходите такие опасные сектора где у вас нет контроля высадки потому что иначе да кстати можно сразу же и стрелять иначе если враг рядом может быть ход не ваш и вы получите пару свободных выстрелов от врага так удобно очень позиция меня можно со всех сторон оббегать и везде будет укрытие на стороне у врага очень неудобно но в таком случае придется разбегаться а там уже посмотрим да кстати еще не этих растений растений не вижу где на самом деле можно залечь а где нет вот кажется очень удобно место смотреть ты будешь о ли уже чуть похуже но неплохо крыль будешь этот фланг теперь кто у нас самый крайний с этой стороны дмитрий уже останется по центру это понятно да вот и лрой пойдет вот этот фланг крыть где только ему залечь не люблю эти деревья извиняюсь камни деревья люблю с каких-то пор заметил что очень неудобно с камнями они сильно оказывается сужают обзор ну а кусты конечно не защищает так ладно временно будешь лежать так потом все-таки нужно добраться до деревьев пока что как по мне то деревья самые лучшие укрытия дают в плане не не того что она наилучшая наилучшая защита а того что и защита есть и обзор ни капельки не урезается так конечно нужно в идеале в идеале выйти к тем деревьям таком случае получится очень хорошо враги будут на в чистом поле а я буду пользоваться укрытие да ну да ну да ну перестань не надо мне режима реального времени потому что пока я пока я не занял позиции не стоит включать режим реального времени враг может спокойно с обойти и вы даже это не заметите так как у меня часто было начальных видео элита ухитрялась отбежать пол экрана и выбежать не в тыл в походовом режиме вы четко контролируете ну точнее ощущаете как там враг бегает потому что вы видите сколько вы можете бегать ну и естественно можно примерно предположить что там с бегом у врага то есть сколько он успеет за этих за эти ходы пробежать отлично так дмитрий кстати можно посмотреть что а вообще не смотрит эту сторону мы конечно благодарны за это так гамос правильно позицию занял рой тоже где-то нужно пристроить гэри пока здесь а потом за деревьями конечно так все можно начинать стрельбу начнем с лиски по моему она более удобно расположилась а ну да у тебя же нет стрельбы с отсечкой просто очень удобно стрельба тремя патронами это по моему оптимальный режим для очереди то есть первые два и так очень метко а третий еще не успевает от подкидывания ствола сильно отклониться от траектории стрельбы уже 4 5 и больше нужно желательно точнее бойца с перками автоматчик и тому подобное улучшение так всего лишь много но посмотрите что такое фамас в лежачем положении еще и с трассирующими патронами мне очень нравится фамас пока что у меня нигде не разочаровал посмотрим так ли это будет дальше так вот тут будет неудобно поэтому очень важно правильно занять позицию наверно лучше всего вот здесь я занять не очень уверен что я буду получать прикрытие справа фланга но точно есть прикрытие вот с одной стороны и с другой два дерева все же так элрой ну что-то там видишь но не очень конечно не очень мне кажется стоите перебежать куда-то поближе тут деревьев нет пусты конечно это не защита да 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 тут явно я лучше вижу вот таким образом точно мне уже фланга никто не подойдет незамеченный так а тебе тоже стоит подходить поближе ладно не будем очень сильно спешить спешить нужно медленно я уже не спешу пишу я видео вечером так что будем надеяться что ошибки не допущу хотя стоит только об этом сказать слухи сразу же ошибки можно ошибиться о молодец он меня не видел подбежал в упор сейчас схватит очередь думаю даже гамма косорукий справится и вот то о чем я говорил вышибал метку впечатления искусственный интеллект остался без изменений то есть они агрессивно набегают ну кстати благодаря тому что у них часто есть обратили не урону а иногда еще и я так понял черта культурист эти набегания очень жесткие получаются так да лучше всех здесь кружок такой а почти нет разницы поэтому пытаясь с помощью лазерного луча наводиться зато смотришь сможешь дать две очереди по три патрона ну вот эта косарилась конечно напрягает очень сильно у меня еще подозрение что этот лазерный луч на самом деле врет давайте попробуем без него да действительно что-то с наводкой этой не так то есть кружок маленький но меткости нет ну или просто так такая удача так повезло так давай дмитрий давай ты у нас тут самый крутой боец из-за фамаса 2 2 2 2 очень хорошая позиция посмотри на врага изоляш наведись ох как хорошо дмитрий видит главное сдержать конечно врагов потому что набегать и не будут так да кого-то нужно оставить с выстрелами это будет герри и лиски пора перебегать поближе так тоже хорошо главное чтобы хватило огневой мощи сдержать в принципе у дмитрия подствольники есть одна граната нужно будет ее в крайнем случае использовать с наибольшим кпд так посмотрим будут ли набегать они еще нет кажется здесь они не делают это может ждут чтобы их собралась так сказать критическая масса тогда не рванут волной не знаю посмотрим сделали ли такие тактические приемы вышибалом так ну кстати что ж такое дмитрий укрытиях укрытиях сидят гады ну давай попробуем на то что фамас на сошках сведение очень неплохое ну давай просто для интереса да первый патрон попал все остальные уже разлетели с разной стороны а вот близко кстати видит опять же у тебя нет отсечки лиска не попала обидно обидно так все гамас больше не пытается наводиться с помощью лазерного прицела ты мне помогло так до моим косым бойцам тут придется тяжело уж сколько уже врагов я вижу не уже все сбежались так гамас ты уже видишь кого-то нет видишь только также далеко а вот тут может быть себя дмитрий покажет ну стреляю в голову если дула подкинет я будет еще возможность да посмотрите что такое фамас очень кучно этот патрон умирает патрону мы не тратим на добивание вот тут я даже не знаю что предпринять знаю будешь стрелять вот в этого который смело стоит даже попал да пока все нормально как-то вышибал не получается скооперироваться и набежать большой толпой поэтому понемногу мы их выбиваем но ничего себе мы еще и выстрелить можем да давай ох молодец сожалению подходят концу трассирующие патроны ты не успел убежать может на тебя потратить обычные патроны спорный момент тебе придется кем-то добивать можно было дмитрием его убить и больше кстати вот куда можно дмитрием выстрелить есть шанс задеть еще кого-то ух фамас меня радует надеюсь и вам он нравится а мне неким стрелять хорошо так вы так и так и рядом стоите ну давай вот так попробую ну помаза то что то у дмитрия напомню нет никаких умений автоматчика и с меткостью не у всех примерно одинаково в районе 80 то есть это реально он лучше стреляет из-за оружия ну вот наконец извиняюсь наконец-то и гэри себя показал с лучшей стороны так гамос все равно не выздоровел еще до конца еле сдерживаюсь чтобы не кашлять так ну давайте подождем еще кого-нибудь бегуна а вот он уже и появился так ну гамос 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 ладно не буду стрелять патронов жалко ай 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 ну а тут гамос может кстати попробовать выстрелить да так хочется ругаться со страшной силой самое обидное что я говорю у гамоса параметры очень неплохие силы у него вообще хорошо то есть почему он так плохо стреляет совершенно не ясно честное слово сейчас вот выстрелю на слух да гэри добью врага хотя у гэри кружок сведения меньше чем у гамоса совершенно непонятно почему гамас так плохо стреляет хотя сейчас загляну его параметры может я ошибаюсь но мне кажется нет кажется я не ошибаюсь он реально у нее должно быть все хорошо ну посмотрите фамас эта вещь еще раз повторюсь мне кажется столь хороша стрельба очередью из фамасла из-за того что он сделан по системе bull up там была какая-то китайская у меня в руках штурмовая винтовка тоже по системе bull up и кто помнит видео аэро из нее ухитрилось 5 патронов садить в голову тут покажи параметры свои ну да действительно посмотрите все неплохо меткость 82 все остальное выше 70 то есть он не должен так часто мазать что ему мешает не а подождите интеллект 36 по моему он участвует в стрельбе очень не сильно там веса вес веса небольшие но хотя какая разница я же ориентируюсь по кружку свезде сведения а он очень неплох поэтому нельзя сказать что из интеллекта он плохо стреляет тогда я забыл что так не определю количество врагов и вспомнил что сейчас начнется неприятный момент с выковыриванием оставшихся врагов которые не горят желание выбегать так вот понемногу понемногу подойду он там за деревом займу позицию я так понял вышибалы не занимается беганием все же с тактика у них похуже чем у бойцов дейдраны так дмитрий тоже выходи поближе так лиска ну вот тот момент наступил когда нужно было я попробую нужно кем-то выходить в упор почему лиска потому что она может стрелять с двух рук и вот я сейчас из-за стены буду выглядывать ею и надеюсь она кого-нибудь словит на карандаш так гамма с 72 нет это многовато для тебя от 56 нормально постепенно будем двигаться широким фронтом и искать где здесь враги спрятались так покажи мне пожалуйста да очень неплохо ты видишь но врагов не видишь пока да и герри кстати по идее видит а нет плохо он видел то чем я говорил спрятаться он хорошо спрятался за камнем но этот камень очень мешает обзору хотя бы снять очень хорошо гарри занял позицию но тем не менее никого не видит так наверно пора обратите нужно восстановить ходы а подождите ладно это у меня стоит походовый режим я же могу его и выпущу случайная связь да давай отбежим вот так чтобы тебя не было видно так ну давайте отключу я действительно походовый режим вот и забыл я просто что включил принудительный походовый режим из этого все проблемы конечно так кстати можно дмитрием попробовать вот так наползать на вот это дерево и как близко увидим если увижу вышибалу да я сразу же смогу стрелять а дмитрий показал сегодня себя очень хорошо так что вполне возможно да хорошо к сожалению укрытие помешал извиняюсь помеха какая-то помешала урону поэтому урон не столь силен вот сработал у нас гамос странно что не а у него по диагонали я понял странно хотел сказать что не герри герри просто не видит ну наконец-то гамос попал с первого раза что-то нужно предпринять я не знаю почему так плохо стреляет а нет нет я думал что у него то оружие в котором нельзя поставить сошки у него рукоятка ничего подобного сошки у него есть все есть а как ты увидишь а там окна где-то у него все нормально поэтому почему он так плохо стреляет непонятно думал он на рукоятке поэтому лежа он не получает бонусов но нет да что ж такое так а ты уже добьешь ну непонятно вот то у него совершенно мимо вся очередь а то достаточно хорошо его кладет так герри последняя очередь три патрона если нет будем стрелять одиночными о испугался герри молодец лиска слышит звук с востока северю к западу понятно в сарае там кого-то слышит неважно дмитрий продолжает контролировать бисектрису стрельбы вдоль вдоль стены сарая вот так ага а он ты не контролирует не видит никого так я понял лиска постоянно слышать шум кстати я же шпионом могу они не могу для этого нужно выкинуть штурмовую винтовку я имею ввиду шпионом пойти посмотреть где там враги надеюсь на маскировку нет не могу у него слишком много веса на штурмовой винтовке поэтому вот поэтому не проходит ну кстати вот сейчас видите бой не начался то есть враги не видит то он остается шпионом но если он подойдет так чтобы враги увидел о хорошо то сразу же маскировка слетит так же наверно следит если я начну стрелять кстати очень интересно как он как он стреляет на да лучше не буду проверять хотел сказать как он стреляет в непоходовом режиме я же не могу там свестись попробую все таки включить походовый ну да кстати ларой тоже очень кучно ложит очереди всегда и не сказал бы что у него оружие супер-пупер а нет действительно супер-пупер посмотрите подкидывание у этого оружия шестерочка а минус 06 сошка 5 и 4 как-то я не обращал внимание что это модификация м16 имеет столь малое подкидывание ствола вот кстати весь секрет точных очередей у роя кстати андрей это то о чем я говорю меткость сведения круга кружка совершенно не показатель стрельбы очереди вот кружок одинаковый что у роя что у всех остальных ну кроме дмитрия а он очередь ложит намного лучше именно из-за того что разброс пуль меньше посмотрите как они кучно идут надо присмотреться кстати к этому оружию так не хочется мне в этот сарай заходить а я включил походу в режиме извиняюсь выключаем его там стонет вышибала в сарай и конечно очень неплохо лиской просто зайти и наказать врага а хотя подождите если лрой на таком расстоянии не раскрывают то я могу добиться того же лрой под маскировка под маскировкой проверяя позиции конечно солдатами дейдраны такой не не прокатывает особенно с элитой а с вышибалами пожалуйста так только не говори мне что последний солдат сидит вот здесь в этом сарае так давайте мы лиской пошумим ой 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 какой длинную очередь дал вот это вот за это я не люблю стрельбу в непоходовом режиме я не знаю как в таком случае изменить количество патронов в очереди так попробуем совет сэвена тем более я сейчас никуда не спешу вот и вы катились так проблема в другом будет ли наноситься урон так с меткостью хуже даже нет все же лучше в торс пытаться стрелять да ну ладно количеством но не качеством да так но я надеюсь после такого количества попадания он уже не будет столь шустер и не будет выбегать мне навстречу и лиску пугать но лиска кстати совершенно не может наносить урон этим пистолетом пулемета там еще красавчик есть так когда лиска а ладно вообще спрячусь и все зачем мне этот риск так сарае потерял сознание и тогда все же мы опять же подключим эвроя к вышибанию из зданий врагов кстати очень интересно можно его зайти с тыла и в это окно посмотреть сделаем даже лучше под ползу стану уже под окном а он умер значит это стонет в сарае тот они в том сарае рядом с лиской хорошо да он наверно последний враг никого не вижу действительно последний вышибала а вот кстати как хорошо я увидел в роем опять же он за пределами дальности на которой нас его точнее может дима демаскировать вышибала потом можно спокойненько отработать посмотрите как четко он ложит очередь да последний вышибала так почему ты четко сложишь очередь ну да у тебя все силы а подожди ловкость сила у тебя хороша его оружие откидывание слабое подкидывание ствола слабое ну что ж будем знать так ну видите если не спешить то все четко и кстати вышибала здесь оружие не оставили вообще ничего не оставили получается вот это да я пришел сюда вообще-то за трофеями они вот это да зря зачищал сектор действительно видно прописано в каждом секторе падает оружие или нет если само не все оружие то есть вышибал выпадало то вне санмоны вообще никто ничего не оставил что тоже перебор хоть что-то должно было выпасть ну ладно в принципе в следующем видео может можно будет попробовать попробовать один трюк так как это не бойцы здесь элитных нет и очень слабо не раскрывают элроя можно элроем снять обвес лишний с винтовки пойти и всех подчикать в рукопашную плюс еще и оружие повыжимать ну по крайней мере те которые стоят с краю хотя не знаю стоит ли ради этого тратить время потому что там конечно будет очень много времени потрачено буквально там снимешь 5-6 солдат которые с краю друг друга не прикрывают так что можете в комментариях отписаться интересно ли вам посмотреть на такую шпионскую миссию хотя там ничего интересного и нет потому что еще раз повторюсь это не против бойцов дайбераны тем более не против элиты против которой я вообще это делать не хочу без сохранений и не настолько я страдаю от недостатка денег чтобы этим заниматься но подумаем еще ну что ж спасибо всем кто следит за моим прохождением как всегда призываю вас ставьте лайки вам не тяжело мне приятно ну а я с вами прощаюсь и традиционно желаю вам всего наилучшего пока пока